здравствуйте уважаемые подписчики зрители канала бутледер сегодня получил новую бочку производства банский бондарь сейчас попытаюсь сделать небольшой обзорчик на нее что мне понравилось что не понравилось приведу сравнение с другими своими бочками первое впечатление первое впечатление ну скажем . уже все эти вау ау вокруг бочек прошли когда-то это уже не первое бочка 50 литров изготовили не довольно таки быстро как я распаковывал будет внизу из чего она состояла что было вложено в ней итак приступим первое что мне не понравилось в этой бочке я заказывал просто бочку сильный обжиг она пришла вращенные донье для чего мне это сделали ну я не знаю может кому-то это плюс кому-то минус либо бондарь не надеется в качестве но для меня это лишнее не знаю что теперь делать но ладно сделано сделано пускай так и будет потому что я обычно мне нравится делать брашировку на своих бочках более состаривать но здесь уже с воском вытирать его стирать уже нет смысла ладно в общем донья пришли овощеные мне никто не дарил никто не подгонял поэтому все по-честному деньги мои кровные причем донья овощеный с обоих сторон следующее что по этой бочки следующее это обручи ну кому-то может не принципиально кому-то принципиально суть обручи ширина у них на средних обручи меньше чем головные ну не принципиально но как-то сразу бросается в глаза так бочка обточена красиво сделано следующее бочку стороночку тяжело завоза подставка мало того что мне пришлось все скручивать самому делать но да это не проблема но скажем у того же бруяки они приходят вот так уже собранный примат примотаны в чем состояла проблема собрать самим и примотать не знаю дальше ну тоже обычная подставочка не блещет эстетизмом здесь вот внизу будет вид на бочки бруяки опять же это не реклама я сравниваю с тем что у меня есть что бруяки что у кубанского бандария покупал за собственные деньги никаких подгонов ни от кого ничего никогда не получал за просто так даже скид без скидок на бочки пять с половиной тысяч 50 литров так толщина клепки толщина клепки 21 миллиметр не знаю видно будет не видно 21 миллиметр в целом комплектация подставка пробка пробочка обычная ничего такого вау нет сейчас если смогу достать обжиг как заказывал сильный сейчас проверю ее на течь распарю посмотрим чтоб будет габаритные размеры для тех кто сомневается куда ее поставить если заказывать как она будет бочка выглядеть так длина 54 54 а высота ширина ли подоним получается 38 сантиметров залив два чайника и вот итог водичка побежала пока это не критично но тем не менее тем не менее хоть бочка и донья за овощеный факт остается фактом пока чайники мне закипают сделал брашировочку смотрите только что вот вытер вода снова образуется так эксперимент для камеры вытер не выключая сейчас пока делал брашировку бочку крутил по чуть-чуть двух клепках снизу также они вспотели намокли пары капель выступила опять же говорю это не критично кипятком мы распариваем должно все течь должна прекратиться но скажем так с предыдущими мои моими бочками таких проблем у меня не было для меня это впервые посмотрите видите вода опять появилась через полчаса как залил начал заливать воду течь прекратилась которую я показывал все сухо чистенько аккуратно это радует как дальше как полностью вымачивать бочку как я ее вымачиваю водичкой я уже показывал подсказка будет вверху ну на этом у меня все . от кубанского бондрия пишите свои комментарии подписывайтесь на канал а я буду ее вымачивать готовить для фруктовых дистиллятор потом покажу всем пока